Международный день дружбы – праздник для всех и каждого. В 2024 году его отметят 30 июля. Несмотря на то, что это событие достаточно молодое, оно пришлось по душе многим людям. Сейчас мы это и узнаем. У нас 30 июля отмечается Международный день дружбы. Вы об этом знаете? Нет. Ну и расскажите, есть ли у вас настоящие друзья? Ну, пожалуйста. Друзья есть. Отлично. Расскажите, как познакомились, как давно дружите? Прямо с детства. С одними другими, вот давно. Даже сколько лет неизвестно. Так, ну давно, да? Восемь лет. Моя подруга. Мы познакомились в первом классе и до сих пор дружим. Ну, расскажите, есть ли у вас настоящие друзья? Да, есть. Расскажите, как познакомились, как давно дружите? Да недавно. Ну, можно и так сказать. Есть ли у вас настоящие друзья? Конечно, есть и были, которых уже сейчас нет. Ну, скажите, у вас есть друзья настоящие? Да. Как давно дружите? Как зовут этих людей? Кристина. Варя. Дружим сколько? Ну, года три. Как и где познакомились? На тренировке. На тренировке, на танцах. Ну, расскажите, есть у вас настоящие друзья? Ну, да. Как давно вы дружите, где и как познакомились? Познакомились в деревне. Так, наверное, уже, я не помню, наверное, с года 14-го, наверное, знакомы. Практически. Примерно так, да? Примерно так, да. Я как смотрю, вы любите вместе кататься на велосипедах? Да, катаемся. Да, катаемся по городу. У нас вот 30-го июля праздник, день, международный день дружбы. Вот расскажите-ка, есть ли у вас настоящие друзья? Ой, друзей-то много были, но они ушли, иной мир. Ну, сейчас, в данный момент, соседи у меня хорошие, правнучки две. Расскажите, есть ли у вас настоящие друзья? Да. Да, вот. Как давно вы дружите, где и как познакомились? Ну, мы дружим 8 лет. 7 лет. 7, ну, вот. И мы вместе ходили в танцы, еще в садике вместе были. Вот, и там мы подружились, там. Мы сначала вот так, более-менее, просто привет-привет, а потом уже вот начали дружить, когда в один класс попали. 30-го июля отмечается Международный день дружбы. Расскажите, есть ли у вас настоящие друзья? Ну, были когда-то, сейчас уже нет, уже не в том возрасте. А так были, подруги были, друзья были. По случаю, расскажите, у вас есть настоящие друзья? Да. Да, вот, мы настоящие друзья. Друг по-другому. Ага. Вот расскажите про вашу дружбу, как давно вы дружите, как и где познакомились? Познакомились в школе с 8-го класса дружим. Случайно. Мы одноклассницы, и раньше не общались, просто резко пойдем со мной, сходим за списком, там пройдемся, и вот так начали дружить. Расскажите, есть ли у вас настоящие друзья? Конечно, есть. Со школы. Давно дружите, да? Как любите свободное время проводить? Как можно сказать, детского сада. Пользуясь случаем и приближающимся праздником, тоже хотим рассказать небольшую историю нашей дружбы. Расскажи, настоящий друг у тебя есть? Конечно. Это мой любимый журналист Фурманов ТВ. Виктория, великолепная. Мы дружим уже около пяти лет. Я считаю, что это лучший человек в моей жизни. Просто прекраснейший друг. Всегда поддержит, всегда поможет мне. Ну, расскажи вообще, как мы познакомились? Это произошло на веснушках. Когда я пришла впервые на занятия, то, соответственно, я никого не знала. Даже не знала, примет меня коллектив или не примет. Но постепенно, соответственно, мы знакомились, разговаривали, общались. И уже прям так вот плотно и тесно начали общаться. Ну, спустя там несколько лет моих занятий народными танцами. И там уже дальше все пошло, поехало, завертелось. А вот историю какую-то совместную. Расскажите самую интересную, которая с вами приключалась. Это уже не для... Не вспомните. Не для общих ушей. История какая-то у вас есть, такая запоминающаяся, самая интересная? На каждый день запоминающаяся. Скорее всего, первый совместный отдых в деревне. Мы гуляли по деревне, я ей много всего показывала там. Какой-нибудь есть интересный момент из вашей дружбы? Что-нибудь вспомните? На дискотеке, когда вместе были, вместе танцевали. Вот было все классно нам. Вот это самый запоминающийся момент. Ой, так уже не вспомнишь. Да. Очень много было их и не запоминаешь их практически. Какая-нибудь интересная история у вас есть, которую вы навсегда запомните? Есть? Не знаю, надо подумать. Их много, так что не вспомните. Да, я думаю, не вспомним сейчас какую-нибудь. А часто ссоритесь? Если вспомнить самую забавную историю нашей дружбы, у нас есть небольшой секрет. Мы ровно год, ну почти год, ведем словарь забавных фраз и слов, которые вообще мы слышим от кого-либо. Как время свободное проводите вместе? Встречаемся иногда. Теперь уже в возрасте, уже меньше времени друг другу уделяем. Так что нечасто видимся теперь. Есть какие-то совместные интересные истории? Какая-то совместная прогулка, может, отдых? Ну, прогулки в основном. Как любили проводить свободное время? Ну, по-моему, здесь на танцы бегали. А так на речку ходили, купались. Мы часто гуляем, ходим, ну там по магазинам любим ходить, всякие кафешки, поболтать вот так вот. Часто ссоритесь? Нет. Вообще не ссоритесь. Прям вообще. Вот прям редко бывает. Выплюсим друг на друга какую-нибудь фигню и все. А вы вообще часто ссоритесь? Да. Ну, частенько так из-за всяких мелочей, а потом опять там. А часто ссоритесь? Нет. Редко. Максимально редко. Вообще вас предавали когда-нибудь? Нет. А вы? Нет, я человек честный. Я такой себе не позволю. А по секрету вас предавали когда-нибудь? Да. Да. Очень много раз. Ну, а так, а если о грустном, предавали ли вас когда-нибудь? Не какой-то какой, нет, да нет. А вы? Нет. Нет. Вас когда-нибудь предавали? Да. Да, было. Было, да. Вспомните, расскажете? Ну. Почему? Там больше просто не надо. Так вот. А вот не касаемо вашей дружбы, вас когда-нибудь предавали? Да. Да, было. А так, не касаемо вашей дружбы, вообще вас предавали когда-нибудь? Да. Да. Может, вспомните, что-нибудь расскажете? Почему так получилось? Ну, плохие люди просто попадаются. Не уважают тебя и не ценят общение с тобой. Вы не расстраивались, не расстроились, что так получилось? Отпустили будущее и все, и нашли хороших друзей. Вот как мы. Ну и как вообще, по вашему мнению, сохранить дружбу на долгие годы? Что для этого нужно? Доверять друг другу. И вот как вы думаете, как на долгие годы сберечь дружбу? Надо доверять друг другу и верить. Людей всегда хороших больше. Даже не знаю, как сказать. У каждого по-своему, наверное, складывается. Почему вы так долго дружите? Потому что любим друг друга. Как сберечь дружбу на долгие годы? Вот как у вас? Ну, честно, надо будет просто все, как говорится. Уважать друг друга. И все. Никаких проблем не будет. Не обмануть ничего. Я вот что. Еще нормально будет все. Надо просто уважать друг друга. Помогать друг другу. Мы вот с подружкой тоже дружим уже больше 30 лет. И поэтому мы просто любим друг друга. Нужно понимать друг друга, поддерживать. И не сдаваться. Самое главное – вместе держаться. Все получается? Да, все отлично. Как сохранить дружбу на долгие годы? Ну, я думаю, то, что надо доверять друг другу. Рассказывать все. Не подавать. Это очень обязательно. Вообще, как вы думаете, как сохранить дружбу на долгие годы? Ну, наверное, уважать друг друга. Ну, и как мы не ссориться по мелочам. Вот. Просто общаться, веселиться и все. Нужно понимать друг друга и разговаривать, если ссоритесь. Да. Согласна. Не иметь зависти. Ну, как бы, дружба дружбой. Зависть это совсем другое, уже мешает всему. И вот, а как вы думаете, как уберечь дружбу на долгие годы? Ну, врать не надо, наверное. Друг перед другом. А сейчас знаете, что 30 июля – день обниманий отмечается? Ну, теперь будем жать. Я вас обниму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо сказать, что понятие дружбы стоит прививать ребенку с раннего детства. Ведь это так приятно – иметь рядом с собой опору и поддержку. Виктория Семенова, Виталий Узгринкас, телеканал Фурманов ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова